я блин 10 крыльев еле доел такая буквально 10 лет назад можно было парковаться вдоль всей набережной выглядит кстати круто здесь есть зелень это же корица всем привет мы поняли что вам достаточно хорошо заходит в логовые видео и этим видео мы начинаем знакомить вас с разве кухами достопримечательностями и самыми вкусными местами москвы и других городов россии сегодня мы приехали на набережную мы решили покататься на речных трамвайчиках и покажем вам все красивые виды которые мы увидим расскажем по ценам и проведем пойдемте с нами мало кто может поверить но еще буквально 10 лет назад можно было парковаться вдоль всей набережной а сейчас ну я нашел конечно одно свободное место для парковки но в 15 минутах ходьбы от пристани поэтому пешочком чапаем в ту сторону на самом деле в москве есть несколько причалов откуда ходят речные трамвайчики там разные судоходные компании есть несколько известных радисон royal флотилия есть российская судоходная компания по моему и еще несколько не помню их названий цены за прогулки варьируется от 500 400 рублей для маленьких детей до 700 от 700 и там дальше уже полторы две тысячи есть это за взрослых людей некоторые из них включают себя ужин в некоторые включают себя обед напитки поэтому все зависит исключительно от вашего бюджета сейчас мы подойдем к причалу посмотрим какие цены есть какая судоходная компания возит на речных трамвайчиков именно от причала около метро киевская почему мы выбрали его потому что достаточно удачный маршрут получается вы проходите всю москва реку от начала до самого конца проходя через все достопримечательности такие как храм христа спасителя кремль сам парк горького делаете круг разворот и возвращаетесь обратно в среднем такой маршрут занимает где-то полтора два часа некоторые компании разрешают проносить с собой алкогольные прохладительные напитки еду извини я тебя ударил некоторые компании этого не разрешают поэтому если вы не хотите тратить деньги там а там понятное дело нет есть очень хорошие корабли которые в принципе у них вход обычно стоит немножечко дешевле но они себя представляют больше ресторан или кафешку на воде то есть там можно купить себе какие-то салаты основные блюда напитки но цены там конечно прилично завышенные то есть за порцию салата вы отдадите вот 500 600 рублей соответственно за гарнир там от 1000 рублей и напитки будут стоить вам среднем рублей по 400 по 500 за бокал и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Два билета нам обошлись по 800 рублей, 1600 на двоих. За это время вас катают полтора часа, ну даже два часа, да, у нас где-то получилось? Да, у нас ровно два часа вышло. Два часа получилось, то есть это вот такой большой маршрут, вы проезжаете Лужники, проезжаете Храм Христа Спасителя, Кремль, Зарядье, все вот эту вот красоту, которую вы видели только что. И в принципе, наверное, если бы не припаркованная машина на месте, где мы садились, то достаточно взять более дешевый билет, по-моему, он 700 рублей стоит или 600? 600 рублей. 600 рублей в одну сторону, то есть в одну сторону вы прокатились, посмотрели все достопримечательности, вас высадили около парка Зарядье, в самом центре, около Красной площади и дальше оттуда идете гулять. Потому что назад, если честно, ну, во-первых, может быть дождь немножко подпортил впечатление, а прохладно стало на воде, а потом, ну, как бы ты обратно едешь, ты уже это все видел, поэтому немножко скучновато становится. Но в целом, если вам хочется, вот даже мне, как коренному москвичу, было приятно увидеть Москву именно с этого ракурса, потому что я не помню, последний раз я там тысячу лет назад катался на этих речных трамвайчиках, очень красиво, с воды все смотрится, можно взять вечернюю экскурсию, если у вас вечером есть свободное время, все будет подсвечено, тоже совсем по-другому будет смотреться, красиво, аккуратно, рекомендуем. Да, обязательно, я так катался, если раз вечером на закате, это, конечно, неописуемо красиво, когда солнце садится прямо в воду, красота. Вот, ну а мы проголодались, и здесь, буквально недалеко от пирса Киевской, минут 10 на такси или на метро, по-моему, метро спортивный, да, я говорил? Находится Усачевский рынок, где открылась курочка от Ромы Курьера, которая активно пиарилась на канале Трансформатора, мы отправимся сюда перекусить. Не то, чтобы обзор, но покушаем и расскажем свое мнение. Поехали! Короче, там мест не было, поэтому мы как бичи. Будем хавать в машине. Но с собой они упаковывают, что тоже неплохо. Мы с собой взяли перчаточки, два морсика, пряная вишня, имбирь мятный. Так, обзор в машине будет, так сказать. Салат, это, наверное, курочки, да, гарнир? Да, да. Салат курочки. Мы взяли половинку курочки и крылья попробовать. В принципе, что они из себя представляют. Нам дали двое приборов на двоих, потому что нас двое. Я попросил соус блю-чиз. Анжелика соус 1000 островов попросила. Здесь у нас... Вот такие, кстати, прикольные пакеты бумажные с такой фирменной наклеечкой. Все горячее. Ну, то есть, понятное дело, что это все делали прямо при нас. Здесь у нас... Они, кстати, целлофановые внутри. То есть, при доставке такая упаковка держит температуру, не размокает. По мне, так это плюс. Прям прикольно. Пахнет, кстати, оттуда вкусно достаточно. Ох, вы посмотрите. Выглядит, кстати, круто. Здесь есть зелень, петрушка, укроп, чили. Крылышки такие. Ну, это, то есть, не панировка. Это сразу пожаренное во фритюре и обваляли в соусе за тебя. Ну, выглядит прям круто. Следующий большой контейнер. Точно так же запакован. Здесь у нас... Это нам в общую миску положили гарнир. Анжелика заказала батат. Я цветную капусту взял. Блин, ну, это несерьезно. Мы не просили вместе, да? Не знаю, ну, как бы два человека. А если мы сейчас разойдемся? То есть, мы попросили с собой. Я хотел цветную капусту. Анжелика просил батат. Все вместе. Ну, и потом, если порция была бы, я не знаю, там, по полкило, да, то вот эта вот здоровенная посудина, она... Я думаю, что это универсальная посуда для курицы-гриль, наверное. То есть, целиком вот эту курицу-гриль, которую они готовят, сюда положить. Это, блин, для гарнира можно было придумать что-то другое. Попробую сразу. Если кто не знает, батат – это сладкий картофель. Ну, я, наверное, не любитель батата. Для меня это что-то среднее между морковью и тыквой. Чуть-чуть эта картошка... Ну, короче, мне это невкусно. Фу. Да. Мерзкая. Единственное, что спасает эту картошку – это розмарин. Вот, он оттеняет немножко и вкусно становится. Пацаная капустка, в принципе, такая хрустящая. Она, мне кажется, в том же соусе. В том же соусе, что и крылья. Здесь чили, зеленушка, опять же, так же. И что-то кисло-сладкое такое в панировочке. Ммм? Ммм? Ромчик, молодец. Вот это, кстати, вкусно. Вот нетипичный гарнир для фастфудов, таких забегаловок, такого плана, согласитесь. Ценая капуста, но он очень классный. Он вроде как полезный, вроде как во фритюре. В комбинации сладко-хрустяще. Чуть-чуть остринки, чуть-чуть сладости. Прям прикольненько, мне нравится. И финалочка, так сказать. Это половинка... Ну, половинку попросили? Половинка курицы греет. Вот такая. Ну, в принципе, по виду внешнему запеченная, хорошая такая. Сейчас попробуем. Батат пробуешь? Угу. Тыква. Мне нравится там, реально как тыква просто. Вот ты тыкву любишь? Да. Так. Так. Так вот, пустарно. Ну, у меня наоборот так себе. В общем, с Анжеликой по этому мнению у нас разошлись. Че, надевай перчаточки. Выглядит, как будто мы с тобой хоум-видео снимаем просто. Машинный обзор. Ставьте лайк, если вам нравится хоум-видео в машинном обзоре. Ну, чтоб попробовать. Нам не дали салфет. Я считаю, что когда ты берешь еду на вынос в каком-то кафе или в ресторане, ты не должен думать о том, что тебе надо взять с собой салфеток. Тебе должны положить. Ммм, вкусный соус. Ммм, сладковатый. Ну, и курочка прям от кости отходит. Но прям что-то такое сверхъестественного здесь нету. А фирменный секрет, ты их раскусила? Какой? Не знаю, но должен же быть какой-то фирменный секрет, если ты открываешь заведение с курочкой. Ммм, нет. Вкусно. Вкусно, но дома я такую же готовлю. Приходите ко мне домой с гостем. И стоило, это у нас чек сохранился. Сумки у тебя? Угу. В общем, мы напишем, сколько это стоило, потому что, ну, там, по-моему, что-то в районе 400 рублей порция стоит. И действительно, ну, как бы, камон, курица стоит 120 рублей за килограмм, 130 рублей за килограмм за печь ее. Ну, потому что по внешнему виду в ней нет ничего такого. Вообще абсолютно ничего сверхъестественного. Вкусно, но, мне кажется, таких денег не стоит. У нее прям нет чего-то, какой-то изюменький, что ли. Чтобы прям акцент был. Но вкусно. Морс пряный, вишневый. Я думаю, что он должен быть вкусный. Да, пряный, вишневый, не обманули. Вкусно, кстати. Что за пряность? Да, я попробую. Это же корица. А, вот, точно. Да, кстати, пряный, вишневый. Очень вкусный морс получается. Козел-то испортил мне дубль. А ты не можешь припарковаться нормально. В общем, короче, по вкусу похоже на, знаете, вишневый штрудель есть. Вот, жидкий вишневый штрудель. Прям сладко-насыщенный вкус вишни, корица и, мне кажется, я не знаю, то ли гвоздика, то ли что-то вот такое еще есть. Короче, реально прикольно. Я не ожидал. Я думаю, ну, типа, пряные вишни, это а-ля, типа, мы добавим ванилин и назовем ее, типа, пряный, хотя, как бы, ваниль как таковой пряностью не является. А здесь прям прикольно. Мне кажется, как безалкогольный глинтвей. Ну да. Холодный прям. Ну да. Ну, глинтвей на виноградном соке, здесь вишня. Но она круто сочетается с корицей, то есть прям бесспорно. А я имбирно-мятный. Попробую. Ну, если выбирать из двух, я бы, наверное, все-таки выбрал вишневый. Но имбирь я чувствую. Небольшое сжение есть. Мяту я тоже чувствую. Причем мята первая бьет. Ты думаешь, что такой, камон, это мохито. Ну, то есть в начале ощущения лимонада с мятой идет. Да, однозначно. В начале ощущения лимонада с мятой, то есть кисленькое, что-то такое. Цедра и лимончик, что ли, отдает. Потом мята идет. И потом в конце остается легкое послевкусие имбиря. В принципе, прикольно. Ну, наверное, опять же, хотя, кстати, я имбирь люблю. Особенно люблю его в сочетании с маракуйей. Прям вообще уютные получаются лимонады. Но здесь я бы остановился на вишневом. Так. Так, моя очередь надевать премиальные розовые перчаточки. Напишите, вам нравится, как я выгляжу в розовых перчаточках. Это вам не Black Star Burger. Рома-курочка. Я хочу попробовать крылья, но я хочу попробовать сразу и соус. Blue Cheese, потому что Blue Cheese, вы знаете, я его очень сильно люблю. Я, можно сказать, ценитель этого соуса. Меня просто так не обмануть. Он густой. То есть, я могу поверить, что это сливки, проваренные с сыром. Я вижу кусочки сыра голубого. Но так ли его много, сейчас попробуем. Да, и это абсолютно, абсолютно хороший соус Blue Cheese. Вкусно, да? Очень. Прям тут. Молодцы. Молодцы. Вот два заведения, которые делают хороший Blue Cheese. Это Starlight и Beverly Hills. Вот, ну, как бы американские дайнеры, которые не халявят с ним. Хотя Beverly Hills в последнее время жиденький какой-то стал. Но. Это хороший прям. Ты еще островов твои попробуй. Мне кажется, кстати, соус они делают сами. Посмотри, здесь тоже, опять же, много зелени. Да? Видно по отдельности какие-то специи. Сейчас попробуем. Да. Чувствую остринку, чувствую такую пикантность. Томатную или паприку. Но. Здесь есть не просто зелень. Кстати, соленый огурчик попался. Вообще кайф. Здесь есть ножки зелени. Вот такие вот, ну, плотные, хрустящие части. И они очень сильно ароматизируют. То есть они чересчур перебивают. Если ребята откажутся и начнут рубить только зелень, это им будет только в плюс. Но в целом, я бы сказал, мне сейчас в конце огурчик еще попался. Прям. На, попробуй, попробуй. С огурчиком сейчас. Вкусно. Соусы вкусные. И, ну, мне нравится, что это не пакетированные какие-то типа Алия Хайнс или что-то такое. Моя очередь пробовать крылья. Вы уже написали в комментариях, вы любите на одной косточке или на двух косточках. Мне нравится на двух косточках за то, что они мягкие и они такие прям сочные получаются. А на одной косточке мне нравится, потому что они, камон, они как маленькие ножки аккуратные, такие красивые. Мясо откроет от костей. Больше сладкий вкус, чем соленый, на мой взгляд. То есть, это глазурь такая достаточно сладкая. Это больше свит чили. Ну, как у них и написано, в принципе. Но я, в принципе, чили особо не чувствую. Мне кажется... Не, кстати, это круто. Я не скажу, что это какой-то там типа супер рецепт, но... Это вот... Это если вы хотите приготовить дома, реально. То есть, вы можете просто пожарить типа крылья. Даже если у вас нет фритюра, просто обваливаете куриные крылья в муке, быстренько обжарили, потом закинули это все кисло-сладким соусом, добавили зелени, все перемешали и еще буквально на 5-10 минут в духовочку отправили. Вот получится то же самое. То есть, ну, такой заморочки нету. Тоже около 400-410 рублей, что ли, за порцию стоит. Не знаю, за 10 крыльев... Наверное, дороговато. С учетом того, что сколько там... 350 рублей стоит 25-крыловый баскет в KFC. Или сколько там сейчас стоит баскет в KFC? Напишите в комментариях. Но! Надо понимать, что это заведение. Пусть фудкортовое, но с претензией на кафе. Они должны чем-то отличаться. Продукты натуральные. То есть, это зелень, это не сухие специи. Это пожарено прям только что. Если вы берете на вынос, это хорошо упаковано. В целом, я не скажу, что я бы придрался. Вполне себе имеют место быть. Я просто смотрел чей-то обзор. Какой-то... Анзор, Анвар, не помню. Какой-то мужик взрослый, достаточно такой, типа, я, блин, 10 крыльев еле доел. Такая хуйня. Извините за выражение. Я вообще с тобой, чувак, не согласен. Абсолютно. Ну, как бы, такие крылья имеют место. Я бы задумался над ценой. Я бы сделал бы цену, может быть, ниже. Например, если 250 рублей, 10 крыльев и пиво крафтовое у них продается, я думаю, народу было бы еще больше. Сегодня воскресенье. Сегодня суббота. 7 вечера. Мы приехали практически к закрытию. 7-8 вечера. И там все столики заняты. То есть свободного места нет. В принципе, рынок полон. То есть там рядом сыроварня, рядом еще какие-то азиатские кафешки. Народу везде дохренища. Поэтому сказать, что у них мало народу, я не скажу. С такой проходимостью, я думаю, что курица залеживаться не успевает. Потому что тоже читал отзывы, что наоборот иногда бывает, что нет каких-то позиций меню, потому что продукты именно закончились. То есть проходимость, как бы, достаточно, наверное, нормальная. Крылья мне понравились. Курицу сейчас попробую. Я вот так скомпоную. Анжелка съела ногу. Мне придется есть грудку. Но это хороший показатель. Вот здесь, кстати, дырень такая, от того, что она жарится на гриле. Я попробую грудку, чтобы убедиться, что они ее не пересушили. Нет. Смотрите, мясо сочное. Оно вообще абсолютно не сухое. Распадается при этом на волокна. Попробуем. Грудка. Грудка на грани, чтобы пересохнуть. То есть, ребята ходят по лезвию. Еще чуть-чуть, и она будет сухой. Но сейчас она не сухая. Она полностью готова, но я даже соль толком здесь не чувствую. Она просто, ну, типа, это обычная курица-гриль. Обычная курица-гриль за 400 с чем-то рублей, за полкурицы. То есть, целая курица. Там, правда, 500 с чем-то стоит. Сейчас цена появится, но, не знаю, просто в шаурме, например, или в привокзальных каких-то. Там, может, санитарий, конечно, похуже, потому что здесь все чисто. Но, кстати, 4 человека работают на кухне, ребята работают в шапках, работают в перчатках. В этом плане к ним не докопаться. Фартуки, вся спецодежда. И при всей этой чистоте снаружи просто в кухню врывается какой-то седоволосый мужик с телефоном в рубашке в обычной одежде и начинает что-то у них там спрашивать, предъявлять и уходит потом. Ну, а какой толк, что твой персонал работает в спецодежде, если потом просто какой-то старый мужик со своими седыми волосами может войти на кухню и потрясти на едой у твоих клиентов. Это не круто. В общем, курочку я бы такую за такие деньги не заказывал. Она вкусная, но она абсолютно обычная. Цветную капусту я бы заказывал, Анжелика нет. Батат наоборот. Соусы вкусные. Морс понравился. Вишневый. Крылья имеют место быть, но ценник я бы сделал пониже. Народу много, поэтому если вы хотите именно посидеть, вам, наверное, лучше приходить в будни и днем. Хотя я хрен знает, может на обед народу много приходит. Но выходные вечером свободных столиков сейчас, по крайней мере, не было. Вообще погода плохая, дождик за окном, поэтому, в принципе, народ, может быть, поперся в заведение. Я бы, наверное, по пятибалльной шкале этому месту поставил три с плюсом. Почему? И как бы от оценки один плохо, пять хорошо, это твердая середина. Но, как бы, тройка совсем обидна. Три с плюсом, на мой взгляд, это заведение заслуживает. Еда вкусная, еда теплая, еда горячая, продукты свежие. Но есть такое, да, вот что, как бы, можно приготовить самим. Цена немножко завышена и как-то ожидаешь немножко больше, когда место слишком сильно раскрутили. Перчаточки розовые. Мне нравится. Цвет такой приятный. На этом у нас все. Я надеюсь, наш день вам понравился, нам он понравился очень. С вами были Анжелика, Тихон. Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока. Хочется извиниться за то, что мы сказали, что нам не дали салфетки. Они входят в набор приборов, которые дают с собой. Здесь есть и влажные салфетки для чистых лапок, и обычные бумажные салфетки. Поэтому с этим все ок. Продолжение следует... Продолжение следует...